Чемпионат 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 И, в общем, мало кто из болельщиков в Манчестер Юнайтед, в том числе и я, рассчитывали на то, что один из аутсайдеров премьер-лиги КПР сможет отобрать очки у Манчестер Сити, который сейчас концовку проводил просто очень здорово. И, на самом деле, в итоге оказалось, что зря так пренебрежительно относились к КПР. Все-таки английский футбол – это английский футбол. Просто настоящий бой дали футболисты КПР Манчестер Сити. Несмотря на то, что пропустили мяч первыми, 1-0 по Вилл Сити, казалось, что все решено в этом матче, но сумели сравнять счет. Потом, играя в десятером, полтора тайма почти, КПР играл в десятером против Манчестер Сити, сумели выйти вперед, повести счет в 2-1. Основное время закончилось с таким счетом, 2-1. И только в добавленное время, а судья добавил пять минут к основному времени, Манчестер Сити сумел вырвать победу. То есть, забили два мяча в дополнительное время. Просто сумасшедшая концовка и этого матча, и вообще всего чемпионата Англии. На мой взгляд, Манчестер Сити, несмотря на то, что какой-то случай забить два мяча в дополнительное время, пускай и уступающему и по классу, и по количеству игроков на поле клубу, но все равно это, конечно, ну, во-первых, желание невероятное. Это вот то самое желание победить, как мы отмечали у московского Спартака, и здесь Манчестер Сити проявил просто невероятные бойцовские качества и заслужил, на мой взгляд, и игрой, и этим последним матчем это чемпионство. Несмотря на то, что я такой давний поклонник Манчестера Юнайтед, но должен признать, что вообще и в целом в чемпионате, и в том числе в концовке этого чемпионата, Манчестер Сити заслужил чемпионство. Впервые за более чем 40 лет Манчестер Сити стал чемпионом Англии. И что касается Манчестера Юнайтед, то сейчас этот клуб не самые лучшие времена переживает с точки зрения смены поколений. И то, что клуб сумел вот так до конца бороться с Манчестер Сити, который несколько лет выстраивался, в которого были вложены очень большие финансовые средства, Конечно, надо отдать должное Манчестер Юнайтед и прежде всего Алексу Фергусону, который просто настоящий символ и английского футбола, и Манчестер Юнайтед, конечно, в большей степени. То, что клуб прошел вот так здорово этот чемпионат, заслуга прежде всего главного тренера, который сумел из новых игроков, ветеранов, тот же Сколлс, который показывал великолепную игру, вернувшись опять в клуб, одно время он не играл, уже ушел, и Райан Гиггс, который, несмотря на свой возраст, показывает великолепную игру, вот Фергюсон смог из всего этого составить такой очень хороший клуб. Конечно же, принципиальным и самым важным матчем была недавняя встреча в Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед, очная встреча, когда Сити сумел в очень такой нервной и сложной игре победить МЮ со счетом 1-0, вот это, собственно, и заложило тот фундамент, который привел Манчестер Сити к чемпионству. Несмотря на все вот эти три волнения и просто, еще раз повторюсь, сумасшедшую абсолютно концовку, все мои друзья, обозреватели, футбольные журналисты спортивные, которые следили за этим, обменивались различными СМС-ками и посланиями в Твиттере и Фейсбуке и так далее, всеми возможными средствами, звонками, и, конечно, все признали, что вот эта концовка чемпионата очень напоминала тот знаменитый финал Лиги чемпионов, когда Манчестер Юнайтед, в свою очередь, в последние минуты смог вырвать победу у Баварии и завоевал тогда Лигу чемпионов, выиграл Лигу чемпионов. Вот теперь все обернулось против Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити сумел вот ровно в такой же обстановке за последние там три минуты игры повернуть все в свою сторону и превратить вот эти три минуты в золото английского чемпионата. Очень интересный был английский чемпионат, с удовольствием я следил, и, я думаю, все, кто любит футбол за этим первенством. Хорошо, что мы имеем возможность смотреть эти матчи на нашем телевидении, благодаря России-2 телеканалу и благодаря Спорту-1 каналу, который показывает практически все матчи английской премьер-лиги. Надеюсь, что и в следующем сезоне мы будем иметь такую возможность следить за лучшим, на мой взгляд, чемпионатом, национальным чемпионатом в Европе. Сейчас в Англии, так же и как во всей Европе, начинается подготовка к чемпионату Европы, и как раз вот мы начнем уже со следующей недели буквально следить за теми командами, за теми сборными, которые будут представлены на чемпионате Европы. Это сейчас будет главным событием, не забываем о том, что впереди нас ждет замечательный финал Лиги чемпионов, где Бавария на своей арене, Альянс-арене, будет принимать английский Челси. Это событие уже совсем скоро состоится у нас, и, конечно же, мы на Вестнике Кавказа обязательно об этом поговорим. Так что смотрите Вестник Кавказа, читайте этот сайт, мы им очень много говорим и пишем о спорте. Не забывайте нас. Это был Гия Саралидзе, и встретимся на Вестнике Кавказа.